Привет! Отправляясь на работу или же на учебу, вы, как и многие, думаете, позавтракаю я лучше в столовке у тети Антонины. Но если смотреть правде в глаза, то это неэкономично, и вы не можете знать, какие продукты включены в завтрак на стороне. Мы предлагаем готовить завтраки дома и покажем несколько рецептов, которые не займут много времени, а результат вас порадует. Берем в руки лопатку и идем на кухню. Хочу порекомендовать вам отличный кулинарный канал, где вы сможете найти много простых рецептов со всего мира. Блюда европейской, паназиатской и английской кухни. Оригинальные, яркие и запоминающиеся коктейли на все случаи жизни, которыми вы сможете порадовать себя и своих близких. И, конечно же, рецепты всеми любимого фастфуда. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересные рецепты. Ссылочка в описании. Для первого блюда нам понадобится копченая колбаса, ломтик сыра, а также два яйца. Как известно, хлеб всему голова. А у нас он основной ингредиент, на котором держится все блюдо. Первым делом нарежем хлеб тонкими ломтиками. Примерно так, как вы видите на экране. Дальше возьмем прозрачную тару, в которую разобьем два яйца, добавим соль и красный перец по вкусу. Так как у нас есть миксер, мы решили перемешать содержимое тары с помощью него. Но с обычной вилкой можно справиться с этой задачей не хуже. Все, оставим в сторонку взбитые яйца и займемся нарезкой колбасы. Аналогичным образом поступим и с сыром. Теперь приступим к формированию нашего быстрого завтрака. На кусочек хлеба положим колбасу, а затем и сыр. Забыли сказать, что сыр при нагреве должен плавиться. Прикроем наше строение вторым кусочком хлеба и с помощью кисточки обильно смажем обе стороны взбитыми яйцами. Отправимся в мамино царство, то есть на кухню, и поставим сковородку на медленный огонь. Нальем немного растительного масла и после его разогрева положим заготовку жариться с обеих сторон до тех пор, пока не образуется румяная корочка. Потратив всего лишь несколько минут, мы получили просто суперские горячие бутерброды, вкус которых будет стоять у вас на языке еще долгое время. Стоимость напитков и соков, приобретенных вами в магазине, известна, но мы предлагаем приготовить напиток, который будет в разы дешевле и полезнее. Для этого нам потребуется красное яблоко, лимон, горсть замороженной вишни и один стакан сахарного песка. Вначале тщательно вымоем все ингредиенты напитка и начнем приготовление с нарезания яблока на средние дольки. Каждая долька должна быть примерно вот такой. Возьмем небольшую кастрюлю, в которую наберем воды и поставим на максимальный огонь. В кипящую воду сперва опустим вишню и оставим на 4-5 минут. Далее туда же добавим наши яблоки и периодически, перемешивая смесь, подождем еще порядка 10 минут. Все, ингредиенты отдали свои полезные свойства и мы снимаем кастрюлю с огня. Чтобы придать нашему напитку сладкий вкус, мы добавим к нему 1 стакан сахара, исходя из нашего объема. А вы же можете регулировать вкус по своему усмотрению. Как вы знаете, лимон богат витамином С, который очень необходим в весеннее время. Выжмем лимонный сок в наш напиток и, хорошенько перемешав, оставим остывать на 30 минут. В результате у нас получился вкусный компот, который очень полезен и обошелся совсем недорого. Главным продуктом следующего блюда будут сосиски. Конечно же, их можно просто пожарить, что будет традиционно, но не менее вкусно. Но мы предлагаем сделать очень популярное блюдо в США, для приготовления которого воспользуемся молоком, стаканом муки, разрыхлителем для теста и двумя яйцами. Первым делом в небольшую миску разобьем 2 яйца, добавим полстакана молока и с помощью миксера хорошенько перемешаем. Первый этап готовки пройден. Теперь в другую чашку побольше насыпем муки, добавим 2 щепотки соли, а также пакетик разрыхлителя теста. Все это дело необходимо хорошенько перемешать и добавить ранее приготовленную молочно-яичную смесь. Ребята, хотя мы и устали все перемешивать, но все-таки нам придется это сделать еще разок. Важно отметить, что тесто должно быть консистенцией негустой сметаны. Чтобы удобно было прожаривать сосиски, насадим их на шпажки, которые мы приготовили заранее. Традиционно сосиски жарят во фритюрнице, но мы решили использовать сковородку, чтобы экономно использовать растительное масло. Обмакнув сосиски в кляре, опустим их в разогретое масло. Жарить надо будет до тех пор, пока не образуется золотистая корочка. Их можно употреблять с томатным соусом, вкус будет еще пикантнее. Как говорит шеф Гридин, корндоги получились белиссимо-бомболиссимо. Надеемся, что вы воспользуетесь нашими рецептами и побалуете себя вкусным завтраком. Если вам понравился ролик, то ролик вам понравился.